Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Марина Кабатюк. И сегодня в нашей студии депутат Законодательного собрания Республики Карелия, руководитель фракции «Справедливая Россия» Александр Федичев. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю вам сегодня поговорить о земле и поинтересоваться. Вот было заседание Законодательного собрания. Как-то этот вопрос решался на этом заседании депутатами? Ну, я хочу напомнить, что у нас с 10 июня действует в этой сфере закон номер 1712 ЗРК, который называется «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в Республике Карелия». Немножко, если в историю забегать, то, если все помнят, печально известное 306-е постановление правительства, которое в тысячу раз увеличило арендную плату за земельные участки, и когда аренда стала просто невыносимой для граждан, для предприятий. И продолжением этой истории было и судебное решение, которое признало постановление действительным, и то, что Законодательное собрание решило забрать эти полномочия себе. И в итоге вышел закон, который я уже упомянул. К сожалению, когда шла работа над этим законом, немножко тут победила позиция правительства и позиция нашего Министерства юстиции Республики Карелия. И во многом вот та идеология закона, хотя мы и протестовали, во многом та идеология закона, она была заложена с подачи правительства. И на сегодняшний день мы уже тогда говорили, что придется нам закон менять. Есть существенные противоречия в нем и существенные вещи, которые будут нарушать право граждан. То есть получается, что после отмены 306-го постановления образовался такой некий юридический вакуум, который депутаты быстро попытались заполнить, и что называется, вот часто посидели, почитали, а что же там получилось. Да, с февраля по июнь действительно существовал такой вакуум, когда просто даже в районах Республики Карелия администрации местные не могли заключать договоры, они не знали по какой методике. Без методики это государственное имущество, его нельзя без методики никак посчитать, если, конечно, это имущество не по результатам торгов идет. Поэтому вот с 10 июня появился хотя бы вот такой механизм, он, конечно, несовершенный закон, но хотя бы он. Что вас в нем не устраивает? Давайте конкретно. Очень много таких вещей на самом деле, которые дают на откуп местным органам власти. Ну и вот я пример приведу. В соответствии с третьей статьей закона, аренная плата за земельные участки предотвращены для строительства индивидуального жилищного, индивидуального жилья для индивидуального жилищного строительства, они предоставляются по, опять же, это было сделано по настоянию правительства, рассчитываются по некой вилке от 0,6% до 15% кадастровой стоимости. Вот по какому размеру в пределах этой вилки нужно рассчитывать аренную плату, эти полномочия были отнесены к органам местного самоуправления. На самом деле уже тогда, как мы понимаем, вилка достаточно существенная. От 0,6% до 15% это во много раз можно посчитать и в одну, и в другую сторону. Это фактор коррупционный, и прокуратура Республики Карелия уже на стадии принятия закона говорила об этом, и мы говорили об этом. И на сегодняшний день есть представление прокуратуры республиканской, которая требует вот это снять. Это по всем категориям была установлена возможность такой вилки. Хотя, на мой взгляд, необходимо было все-таки до конца просчитать все варианты и дать нормальную методику для всей республики. Ну вот если так условно, как вы предполагаете рассчитывать? Какую формулу вы считаете разумной? Любую формулу, лишь бы это в конечном итоге аренная плата не была обременительной для наших граждан и для наших организаций. И расчет должен быть такой, чтобы четко любой землепользователь взял наш закон, взял там свою кадастровую стоимость, или это будет привязано к другим каким-то единицам. Ну хорошо, даже если есть кадастровая стоимость, закон не запрещает это, это вполне возможно, чтобы он взял, посчитал и определил самостоятельно свою размер аренной платы, а ему не пришлось идти в органы местного самовыправления, просить их считать. То есть это все неправильно. На этой позиции стоит прокуратура, и есть ряд и других моментов, в том числе по ряду категорий аренная плата, я считаю, завышена. Ряд категорий земельных участков просто не был урегулирован, и было отдано на откуп местным органам власти, чтобы в таких случаях проводили так называемую рыночную оценку земельного участка. Понятно, что в итоге, допустим, для размещения гаража, для хозяйственной постройки это может быть небольшой участок, аренная плата для него может быть невысокая, если это для личных нужд предоставляется. В то же время мы говорим о том, что муниципалитеты должны идти заказывать рыночную оценку, это само по себе дорогостоящий проект, большие затраты на это должны быть заложены. И в итоге аренная плата станет достаточно высокой, в итоге это все равно на гражданах отразится. Такие вещи, я считаю, делать нельзя, и надо все это урегулировать законом, а не допускать такие действия, которые приведут в итоге к росту аренной платы за земельные участки. А согласны ли Вы с идеей, что нужно разграничивать арендаторов, у которых два и более участка? Совершенно надо разграничивать. И более того, при принятии закона 17.12 ЗРК, о котором я упомянул, от меня была поправка в свое время, которая говорила о том, что второй земельный участок, который предоставляется для гражданина, он рассчитывается по существенно более высокой цене. Если это второй, за первый в определенном смысле льготный расчет, а для второго участка уже по существенно высоким ставкам. Между тем, на тот момент прокурор Республики Карелия выразил мнение, что эта поправка противоречит закону. В принципе, мы согласились с этим, и мы сняли эту поправку. То есть пока такой нормы не прописано? Пока не прописано. Я думаю, к этому вопросу еще надо будет возвращаться, но так, чтобы это не противоречило закону. Александр Сергеевич, ну а какие-то льготы предполагаются вашими поправками? Ну, я хочу напомнить, по действующей редакции закона, вот 17.12 ЗРК, по второй статье предусмотрены две категории льготников при выкупе семейных участков. Есть категория, когда выкупается земли сельхоз назначения, и так далее, когда переоформляется право бессрочного пользования, там 2,5%. Для объектов, которые ранее когда-то были в государственной собственности, или объекты капитального строительства, промышленные объекты, они выкупаются в размере 15% от кадастровой стоимости. И, к сожалению, вот тогда возобладала, опять же, точка зрения правительства, все остальные объекты, а это очень широкая категория, все остальные по 100% кадастровой стоимости. И сейчас произошла переоценка кадастровой стоимости в мае, мы знаем, да, в населенных пунктах. И земельные участки, в некоторых случаях, там, в 30-40 раз стоимость на них возросла. Если до этого, там, если стоимость участка была, там, 150-200 тысяч, и стало, там, 2 миллиона, это существенное повышение, а то и больше где-то. У нас есть категории, даже граждан, вот, допустим, индивидуальные или коллективные гаражи, вот они не подпадают ни под одну льготную категорию, и им нужно выкупать за 100%, или, там, дачные какие-то здания, тоже 100%. Для граждан это очень много, и мы тогда говорили, что нужно предусмотреть, что собственники объектов недвижимости, все, которые не подпадают под льготные категории, они должны выкупаться не за 100%, а в каком-то меньшем размере. Ну, вот я предлагал 15%. Логика в этом есть какая. Даже когда человек на аукционе приобрел земельный участок в аренду, он за аукцион уже заплатил, уже заплатил существенные деньги, на аукционе цена была установлена, он дальше платил арендную плату, он строил. Тратились значительные денежные средства. И после этого, когда объект построен, уже надо сказать человеку спасибо, и оформить ему в собственность, мы ему предлагаем еще раз купить в размере кадастровой стоимости. А зачастую это иногда даже больше, чем рыночная стоимость в некоторых случаях. Вот на мой взгляд, это несправедливо. И нужно предусмотреть, что любой собственник объекта недвижимости, если объект уже стоит, он никуда не денется, его не снести. Он имеет право все равно в льготном порядке выкупить. Вот мы, и вот на сегодняшний день мной внесена инициатива в законодательное собрание, чтобы для таких категорий выкупать в размере 15% кадастровой стоимости. Это понятно. Немножко вернусь к вашим словам, где вы говорили о кадастровой стоимости и о новом способе расчета этой кадастровой стоимости. Вот ваше мнение, вот эта новая формула, она правомерна? Насколько она вот отвечает требованиям? Мое мнение можно к чему угодно привязывать для того, чтобы рассчитать аренную плату. Вот до того, как наше министерство юстиции начало экспериментировать с карельским законодательством, вот, понятно, создали министерство, там 160 с лишним человек в штате. Ежегодно мы тратим 135 миллионов на содержание этого министерства. Когда-то было три юриста, при Викторе Николаевиче Степанове вообще был один юрист, а сейчас 160 человек. То есть не надо чем-то заняться, вот они решили реформировать наше законодательство. До этого было прекрасное постановление, на мой взгляд, правительства республики Карелия, которое действовало много лет, по нему никаких вопросов не было. Там был заложен расчет арендной платы. Он, в принципе, на 90% всех устраивал. Но после этого пошли эксперименты, посчитали, что слишком мало получает от аренды земли республика. После таких экспериментов полгода республика вообще не получала никакой арендной платы. Договоры не заключались, просто не знали по какой. По тысячекратной не хотели заключать, а когда отменили, просто и порядка не существовало. В результате вот наше министерство юстиции настояло на том, чтобы расчет арендной платы ввелся от кадастровой стоимости. Но у них вот есть сверхзадача пополнить бюджеты. В условиях нынешнего дефицита, наверное, все-таки разумное зерно в этом есть. Это замечательно, это замечательно. Но иногда в попытках пополнить, как бы не потерять то, что есть. Вот, на мой взгляд, что-то подобное сейчас и произошло. Всех на аукцион. Это здравая мысль, на ваш взгляд? Здесь, на мой взгляд, опять же, надо разграничивать. Если речь идет все-таки о предоставлении земельного участка лично для гражданина, особенно если это в первый раз, то ни о каком аукционе не должно идти речь. А если скупается уже большое количество, понятно, что оно идет уже под коммерческую застройку. И здесь уже... Ну, это абсолютно видно, да. В таких случаях, конечно. На сегодняшний день, ну, мы понимаем, да, наши муниципалитеты. Сегодня очень много функций. На них возложено 131-м законом, законом об общих принципах организации местного самоуправления. И в том числе и государственных полномочий. Денежных средств не хватает. Это было бы очень хорошее подспорье для того, чтобы муниципалитеты зарабатывали деньги. Сегодня, если органы местного самоуправления управляют, и у них прямой интерес в том, чтобы и выставлять земельные участки на торги, и получать в бюджет эти денежные средства. Ну, вот знаете, здесь есть немножко другая сторона вопроса. Когда участок уходит с аукциона, иногда искусственно создается нереально высокая цена. Вот если говорить в целом о ситуации с продажей земельных участков в нашей республике, как вы думаете, откуда вот эти ценники берутся? Зачастую существуют определенные земельные схемы, и мы уже об этом из прессы знаем. В том же, в Северном Приладожье нашем, они использовались, когда просто на аукционе приезжие, кстати, это не о наших карелах идет речь, создавали искусственный вот такой завышенный спрос, имеется в виду завышенное предложение. Потом это предложение снималось, в конечном счете и второй покупатель отказывался, ну и земельный участок уходил не по высокой цене, а наоборот, там, за какие-то смешные деньги. Об этих случаях в прокуратуре известно, и, насколько я понимаю, там идет проверка по этим фактам. Ну, какова судьба вот ваших поправок и вот этой доработки вот этого закона? Как вы предполагаете, как скоро они будут приняты? Мною уже внесены поправки в этот закон. На сегодняшний день они комитетом не рассмотрены, поскольку ждут заключения правительства. Я предполагаю, что, скорее всего, будет отрицательное заключение. Будем бороться, будем предлагать. Как вам удается работать? Вот вам приходится идти на компромисс с Минюстом? Каким образом вот строится работа? И можно ли в таких условиях работать? Ну, компромисс чаще всего рождает плохие вещи. Всегда какие-то ошибки – это результат вот какого-то компромисса. И, на мой взгляд, как раз вот эти ошибки, которые допущены в сегодняшнем действующем законе, это как раз результат вот определенного, ну, не компромисса не у меня с Минюстом, а компромисса в рамках того законотворческого процесса, который идет в ЗАГС Собрании. Какие-то поправки депутатами принимаются, какие-то не принимаются. И вот, к сожалению, в прошлый раз возобладало точкой зрения правительства. И вот мы те ошибки допустили в законе, который сегодня приходится исправлять. Ну что ж, спасибо вам большое. Я желаю вам удачи в работе над этим законопроектом. Спасибо вам. Всего вам доброго, уважаемые телезрители. На этом на сегодня все. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин